Вести Карачаева, Черкесия С 1 января следующего года предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет, а также на детей от трех до семи лет и от восьми до семнадцати лет. Об этом сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин. По поручению президента правительство выстраивает целостную систему их поддержки. Оказавшиеся в трудной финансовой ситуации родители, беременные женщины могут получать ежемесячную денежную помощь от государства в зависимости от индивидуального материального положения граждан возраста ребенка. С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет. А также на детей от трех до семи лет и от восьми до семнадцати. Станет оно назначаться и нуждающимся женщинам, ставшим на учет на ранних сроках беременности. Чтобы оформить универсальное пособие, необходимо будет подать лишь одно заявление без дополнительных справок. И сделать это можно как через портал госуслуг, так и лично через МФЦ, либо фонд пенсионного и социального страхования, если для человека такой вариант предпочтительнее. Государство обеспечит действительно единую комплексную адресную поддержку с ранних сроков беременности женщины и по мере взросления ребенка. Она затронет семьи, где воспитываются порядка десяти миллионов детишек. В Карачаево-Черкесии приняты дополнительные меры поддержки военнослужащих, призванных в рамках реализации указа президента страны о частичной мобилизации. Первые призывники уже направлены в воинскую часть для прохождения военной службы. Принятые на уровне регионального правительства дополнительные меры предусматривают единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а также выплаты в случае ранения от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести и миллиона рублей в случае гибели военнослужащего. Кроме того, все призывники будут обеспечены всеми мерами поддержки, предусмотренными на федеральном уровне. Запущена горячая линия 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков. Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы. Ориентируйтесь на официальные источники, не доверяйте слухам и непроверенной информации, отметил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. В соответствии с указом президента и по поручению председателя правительства, мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Колл-центры 122 хорошо зарекомендовали себя еще в пиковые периоды пандемии. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их обработки. Получить информацию можно не только на горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства. Объясняем.рф На базе отделений Народного фронта во всех регионах страны развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушении указа президента России о частичной мобилизации, а также по проблемам организации бытомобилизованных. Подробности сообщил член регионального штаба Народного фронта в Карачаево-Черкесии Денис Труговцов. Уважаемые жители Карачаева-Черкесии, на базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушении указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации бытомобилизованных. Мы принимаем обращение по адресу город Черкесск, проспект Ленина 34, офис 39А, WhatsApp 8 928 027 41 22, а также социальные сети ВКонтакте и Одноклассники. А также социальные сети Народного фронта в Карачаево-Черкесской республике, ВКонтакте и Одноклассники. И в заключении хочу сказать, что мобилизация – это закон и требования сегодняшнего дня. Но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы. Как мы уже сообщали, в минувшую пятницу в Черкесске состоялось открытие крупнейшего в России завода по убою и переработке баранины. Предприятие мощностью 25 тысяч тонн продукции в год расположилось на базе бывшего завода «Кавказмясо». После выхода на проектную мощность объем переработки составит 300 голов в час или 42 тонны продукции в смену. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, председатель управления Россельхозбанка Борис Листов и другие официальные лица. Завод был модернизирован в рамках проекта «Домотэ» по производству баранины в Северокавказском федеральном округе, включающего также племены от кормочной площадки, сервисную компанию и генетическое направление. Инвестиции в перевооружение составляют 3 миллиарда 400 миллионов рублей. Это весомая лепта в развитии АПК страны, сказал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Северный Кавказ у нас традиционно является ключевым производителем баранины в нашей стране. Запуск нового завода, который в перспективе будет производить за смену более 40 тонн продукции, позволит Карачаево-Черкесии и всему федеральному округу далее укреплять позиции в данном направлении в производстве мяса МРС. Коллеги, хочу отметить, что инвестор очень комплексно подошел к реализации проекта, уделив особое внимание развитию сырьевой базы. В самом выступлении руководитель региона Рашид Тимрезов отметил, что в ближайшие годы республика станет лидером по производству и переработке баранины в России. Мы уже с вами являемся свидетелями открытия нового современного предприятия, которое, конечно, даст дополнительные рабочие места нашей республике, налоги, ну и, конечно, развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. На состоявшейся двусторонней встрече главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым рассмотрели текущие показатели и перспективы роста агропромышленного комплекса республики. Руководитель федерального минисельхоза отметил хорошие темпы доведения мер поддержки до аграрев. Сейчас этот показатель выше, чем в среднем по стране. Он также отметил рост производства молока. В текущем году заметно увеличилась и молочная продуктивность. Для развития данного направления минисельхозам предусмотрен большой комплекс мер господдержки, в том числе субсидий на производство, капексы и льготные кредитования. Важно также поддерживать эпизодическое благополучие, при этом ситуация в регионе в целом стабильная. В настоящее время в регионе в активной фазе уборочная кампания на молочное стол 12 тысяч тонн зерна. Кроме того, Карачаево-Черкесия планомерно наращивает производство плодово-ягодной продукции. Для сохранения динамики важно увеличивать внесение в почву минеральных удобрений. В республике средний показатель достиг 75 килограммов на гектар, что является хорошим уровнем. И в продолжение этой же темы отдельно на составшейся встрече обсудили реализацию госпрограммы комплексное развитие сельских территорий. В республике ее мероприятиями уже охвачено более 30 тысяч человек. В прошлом году на развитие коммунальной инфраструктуры села Карачаево-Черкесии было выделено порядка 52 миллионов рублей. Освоение составило 100%. В текущем году объем средств увеличен в несколько раз до 190 миллионов рублей. Ключевые проекты связаны со строительством водопроводов и капремонтом школы. Карачаево-Черкесия заняла седьмое место в ICG-рейтинге, составленном Россельхозбанком, сообщается на сайте финансовой организации. При составлении рейтинга оценивалось текущее состояние агросектора и его соответствие стандартам устойчивого развития. В частности, учитывались экологические, социальные и корпоративные показатели регионов. Самые высокие оценки Карачаево-Черкесия получила в экологической части рейтинга. Высокие баллы эксперты поставили из развития в области государственного управления ВАПК, а также в сфере социального развития агропромышленного комплекса. Первое место в рейтинге заняла Адыгея. В топ-10 также попали Калининградская и Тульская области, Санкт-Петербург, Пермский край, Москва, Карачаево-Черкесия и Татарстан. Замыкает первую десятку рейтинга Самарская область. Материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4% с 1 февраля следующего года. В результате он составит 589,5 тысяч рублей на первого ребенка и 779 тысяч на второго. Депутаты 6-го созыва городской думы Черкеска провели первое после выборов заседания. Народных избранников поздравил мэр республиканской столицы Алексей Баскаев. На заседании было рассмотрено 5 вопросов. Одни из основных – избрание заместителя председателя представительного органа и назначение срока выборов главы муниципального образования Черкеска председателя гордумы. Большинством голосов заместителем председателя был избран директор Республиканского центра медицины катастрофы и скорой медицинской помощи Анзор Охтов. Избрание главы Черкеска председателя городской думы назначили на 28 сентября. Благодарю вам за оказанное доверие. От лица граждан Черкесского городского округа выражаю надежду на плодотворную работу депутатского корпуса во благо и процветание столицы нашей республики. Прошу депутатов приложить все усилия в данном направлении. Интерес к покупке нашего курорта Архиз проявили три компании – Красная Поляна, Синара и Акционерная финансовая корпорация «Система». По словам генерального директора компании «Кавказа РФ» Хасана Тимижева, ожидается, что уже в третьей декаде октября будет объявлен конкурс по выбору инвестора. Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что определение якорного инвестора, который займется дальнейшим развитием курорта Архиз, планируется завершить до конца текущего года. Напомним, курорт – стартовая площадка северокавказского туристического кластера, флагманский курорт акционерного общества «Кавказа РФ». Он был построен за два с половиной года и ориентирован на активный семейный отдых. Сейчас на курорте 27 километров трасс на территории особой экономической зоны зарегистрировано 36 резидентов. Объем заявленных частных инвестиций составляет 13,5 миллиардов рублей. Лучшие специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева провели прием в Карачао-Чукесском перинатальном центре и Республиканской детской многопрофильной больницы. Всего медики обследовали более 330 пациентов. Врач Рена Гасанова в частности обследовала около 100 беременных жительниц республики, которые попали в группу риска по тем или иным причинам, и у их малышей могут диагностировать порог сердца. Отметим, что сотрудничество столичных специалистов с региональными медицинскими учреждениями проходит на постоянной основе. В ходе выездных консультаций пациенты не только проходят осмотр высококлассных специалистов, но и получают возможность обратиться за высокотехнологичной медицинской помощью в ведущий федеральный кардиохирургический центр. Все консультации со специалистами Бакулевского центра проводятся бесплатно. В Карачаево-Черкесию поступило медицинское оборудование для лечения и реабилитации людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В следующем месяце в регион еще поступит два аппарата для стимуляции головного мозга. Специалисты Республиканской клинической больницы уже прошли обучение для работы на новом высокотехнологичном оборудовании. Кроме специализированной техники для реабилитации постковидных больных поступили и аппараты ИВЛ, и специальные функциональные трехсекционные кровати. Напомним, в Карачаево-Черкесии после прохождения диспансеризации впервые выявлены более 8 тысяч хронических неинфекционных заболеваний, 41% из которых составляют заболевания сердечно-сосудистой системы. Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что вирус SARS-CoV-2 может инфицировать жировую ткань человека. Исследователи получили образцы жировой ткани у 22 человек, перенесших бариатрические и кардиохирургические операции. В лаборатории на образцы воздействовали раствором, содержащим вирус коронавирусной инфекции. Оказалось, что он может эффективно инфицировать жировые клетки, размножаться в них, а затем распространяться по другим тканям. Жировая ткань содержит не только жировые клетки, но и широкий спектр иммунных клеток. Авторы показали, что заражение коронавирусом активирует их, вызывая сильное воспаление. Оно затем может передаться в соседние клетки, постепенно нарушив работу всего организма. Это может объяснить, почему люди с ожирением в 10 раз чаще умирают от COVID-19, ведь чем больше жира, тем больше воспаления. Ученые обнаружили SARS-CoV-2 и в жировой ткани вокруг сердца у пациентов, умерших из-за коронавируса. Туристический потенциал регионов Северокавказского федерального округа презентовали 40 крупнейшим туристским компаниям Объединенных Арабских Эмиратов, Королевств Бахрейн и Саудовской Аравии на полях международные конференции, организованные в рамках глобального турпроекта «Кавказ. Гранд-туризму». Богатый туристко-рекреационный потенциал Карача-Черкесии в Грозном, ставшим на период проведения конференции площадкой по продвижению турпроекта Северокавказского федерального округа за рубежом, представила Министерство туризма и курортов республики. Деловая часть конференции продолжилась воркшоп, где поставщики тур-услуг стран Персидского залива и представители ведомств субъектов округа провели двусторонние встречи в целях определения пути активного сотрудничества. В 2023 году в Карачаево-Черкесии планируется создать еще три молодежных проектных офиса. Их задача – дать молодежи возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Об этом сообщил советник министра по делам молодежи республики Расим Попшов. В данный момент идут территориальные рассмотрения, а так мы хотим развивать не только город Черкесск. Вот это большая проблема, когда только в одном городе сосредоточены все ресурсы. Мы хотим открывать такие площадки, как и в городе Карачаевск и в муниципальных детях. Много людей выпадает из этого процесса. Человек после учебы, после работы вечером сел и для себя такой небольшой досугу устроил, там посидел, поработал. И для жителей города Черкеска, естественно, это удобно. Там приехал в офис, посидел, поработал, добраться до дома недалеко. Но если мы там, например, рассматриваем ребят, которые каждый день ездят, им, естественно, неудобно оставаться, задерживаться. Поэтому мы хотим в долгую сыграть и открывать такие точки и в муниципалитетах тоже. 29 и 30 сентября в Государственной филармонии состоится Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Баталпашинские чтения-2022». О предстоящем мероприятии расскажет священник Никольского собора Черкеска, отец Александр Гурин. В этом году чтения посвящены следующим юбилеям. Это 100-летие Карачао-Черкесской республики, 100-летие подвига новомучеников и исповедника Церкви Русской при изятии церковных ценностей, 190-летие образования Кавказского линейного войска и 130-летие образования 6-го Пластумского батальона. В связи с этим в конференции примут участие ведущие специалисты из разных городов России – Ставрополя, Краснодара, Пятигорска, Волгограда, Оренбурга, Ростова-на-Дону и других городов. Мероприятие будет проходить с раннего утра 29-го числа. Открытие пленарного заседания состоится в здании филармонии. С 9 до 10 утра будет регистрация. Затем будут выступления и пленарные доклады. И продолжит работа секций. Секция будет расположена в нескольких учебных заведениях и в церкви. Шестая школа у нас примет казачью направленность. Одиннадцатая школа будет принимать гостей, где будут выступать специалисты по теме 100-летия Карачаева-Черкесской республики. А Никольский собор города Черкеска примет гостей, которые расскажут, выступят с докладами, посвященные истории церкви. 30-го числа ученые, которые впервые побывают в Карачаево-Черкесии, осмотрят достопримечательности нашей республики. Также будет организована экскурсия по городу Черкесску. Ну и последняя информация. Ветераны футбольного клуба «Нарт» вернулись серебром с турнира среди ветеранов, проходившего в курортном поселке Дагомыс Краснодарского края. Наша команда выиграла четыре игры. Противниками сборной Карачаево-Черкесии стали команды Ленинградской области, Чечни, Мордовии, Астраханской области и Кабардино-Балкарии. И только с представителями Чечни наши футболисты сыграли в ничью со счетом 1-1. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Эрита Нерова. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!